Мы приветствуем вас на канале Киприада и Стейтс. И мы продолжаем наш рассказ о волшебной деревушке Карми, которая расположена в Киренейских горах. Это невероятно красивое и колоритное место считается старейшим поселением на острове. Найденные здесь гробницы датируются серединой бронзового века, а его местные жители сумели сохранить уникальную атмосферу эстетического единения с природой, неподвластного времени и влиянию цивилизацией. Архитектурный ансамбль Карми достаточно сложный, так как деревушка расположилась на вершине горного хребта, то особенностью постройки зданий здесь является многоуровневость и многоступенчатость. Та же тенденция прослеживается и в оформлении ландшафта садов. Очень часто дом с садом располагается на двух и даже на трех уровнях высоты, что при внешнем восприятии делает его одновременно недосягаемо величественным и в то же время уютно очаровательным. И естественно налицо выгоды от такого расположения для хозяев. Панорама из окон домика на море и курортный городок Дирна, расположенный у подножия деревни, будет просто неотразимый. Этот живописный поселок населяют иностранцы, которые сняли виллы в долгосрочную аренду. Они очень любят это место и ухаживают за каждым клочком земли, восстанавливают старые полуразрушенные каменные дома и возвращают им шарм, утерянный, казалось бы, безвозвратно. Согласно законодательству Турецкой Республики Северного Кипра, местные жители не могут здесь арендовать дом. Только иностранцы, у которых на Северном Кипре больше нет недвижимости, могут получить разрешение на аренду на длительный срок. Плюс для этого им нужно будет пройти специальное собеседование. Ведь в данной деревне проживает элита со всех концов света. В центре Карамана также есть пара-тройка уютных кафе, в которых в жаркую погоду можно отведать милкшейк с разными видами мороженого или какой-нибудь тортик. А в одном кафе даже продаются баночки джема, который был произведен в самой деревне. Очень популярным местом является заведение под названием Воронье гнездо, но открывается оно во второй половине дня. Гуляя по Караману, вас не будет покидать ощущение, что здесь жили гномы и эльфы, так как зачастую вы сможете встретить двери, ширина которых будет всего 40 см. Абсолютно непригодно для использования обычным человеком. И улочки такие узенькие, что непонятно, как там разъезжаются машины. Кстати, все улицы названы в честь местных цветов и растений. Герань, Жасмин, Бугенвилия. В Карме также есть небольшой пруд с кувшинками. Над деревней возвышается старинный замок Святого Илариона, одна из главных местных достопримечательностей Северного Кипра. Толетия назад к замку вела каменная лестница, от которой сегодня остались только 250 ступенек. А на центральной площади сохранилась средневековая православная церковь с колокольней. Готические двери храма выкрашены в синий цвет. Сегодня церковь не используется по прямому назначению, однако она является центром общественной жизни Карме. Здесь регулярно проходят культурные мероприятия, праздники и концерты, а также работает музей, в котором местные жители собрали иконы из заброшенных церквей в округе. Посетить его можно каждое воскресное утро. Рядом с церковью оборудована парковка. Именно здесь вы сможете оставить автомобиль. Отсюда же отходят крутые пешеходные тропинки по всем направлениям вокруг деревни. Первое, что бросается в глаза в Карме, это чистота, опрятность и хорошая организация, чистые обочины, нарядные домики и аккуратная побелка. Но владельцы обязаны производить реставрацию домов в соответствии со стилем деревни. То есть стиль модерна использовать нельзя. На улицах растет множество миндальных, мандариновых, апельсиновых, гранатовых и инжирных деревьев. Но жителей мало и улицы пустынны, поэтому во сне покидает ощущение нереальности происходящего. Считают, что название Карми происходит от существовавшего тут небольшого монастыря монахинь-кармелиток, который имел молочную ферму. А продукты фермы – сыр, молоко, творог, сметана и сливки доставлялись в замок святого Илариона для королевской семьи и гарнизона. Карми – это редкий бриллиант, обрамленный изумрудной зеленью лесов и пронзительной синевой неба в сочетании с одним из древнейших памятников архитектуры замком святого Илариона. Уникальная атмосфера деревушки давно сделала ее любимым объектом для посещения не только для туристов и местных, ну а также для съемок романтических сцен турецких известных сериалов, а также свадебных съемок. Бытует поверье, что если влюбленные прогуляются по деревушке рука об руку в начале семейной жизни, то вся их последующая совместная жизнь будет пропитана нотками романтической поэзии и шарма. А вода, стекающая десятками ручейков вскор и пронизывающая перламутровыми дорожками все изгибы горного хребта отлично способствует релаксации и открытию себя для медитативных навыков. Именно поэтому сюда часто приезжают группы, занимающиеся духовными практиками и проводят здесь несколько дней в единении с природой. А вы бы хотели побывать в деревне эльфов? Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. До новых встреч!